Всем привет! С вами Аполлинария и Алена. Мы приехали в Старый Крым, чтобы пройти по знаменитой тропе Грина, по которой он путешествовал отсюда, из этого города, когда здесь проживал, в Коктебель. Но сейчас уже три часа почти дня, а по тропе идти три с половиной часа. Но мы раньше не могли выбраться. Сейчас покажем почему. Сейчас мы находимся на автовокзале в Феодосии. Я не знаю, почему Алена смеется. Идем брать билет на автобус в Старый Крым. Алена говорит, нам любой подойдет, и оттуда уже пойдем к оттоплему. Ну что, приключения начинаются, как говорит Алена, потому что мы купили билеты на Старый Крым, но это все будет аж через час десять автобус. Ну поэтому, а идти по тропе более трех часов. Ну и мы взяли кофе, кое-что перекусить. Стоимость билета 75 рублей. Ну что, мы кофе попили, перекусили. Я пошла еще купила с собой в дорогу такой слойку с курицей и помидором. Очень вкусная. Ну, все это сделали, осталось еще 40 минут ждать. И я говорю Алене, вот что-то у меня ноги замерзают, у меня все носки вот короткие. Мы идем за носками. Алена говорит, снимай, показывай, что мы идем за носками, пока ждем. Все никак не уедем. И мы уже прикинули, что должно стемнеть. Набор походника очень странный. Так как автобуса ждать еще долго, мы взяли мишуру, носки теплые и не очень. Теплые будем надевать, если будем до утра бродить по лесу. Но и так как сейчас темнеет рано, чтобы не потеряться, я предложила Алене, чтобы мы запаслись вот такими светящимися ушками. Они светятся, и мы просто, когда будем по темноте идти, по тропе, не потеряем хотя бы друг друга. Так все странно, не знаю, мы уже думали, может быть, это знаки. Ходим мы с билетом, ходим с Аленой, и не можем понять, где наш автобус, его не видно. На билете один номер, этого микроавтобуса нет. Мы побежали к одному водителю, к другому. Тут объявили, что отменяют наш рейс, а уже вечереет, а нам еще три с половиной часа идти по тропе. И Алена пошла в кассу, показала билеты, и нам сказали, а у вас замена автобуса. И теперь мы не в микроавтобусе, а в каком-то большом автобусе. Сейчас мы идем по Старому Крыму от автовокзала города, и тропа где-то вот там в холмах начнется. Но сперва вот ходим по улочкам. О, сошли с какой-то основной улицы. По Старому Крыму идти где-то полчаса до начала тропы. Мы ждем 20 минут. Ну, потому что мы спортсменки. Ой, ну потому что мы спортсменки. Тут уже такая живописная местность. О, здесь какой-то огромный котлован, да, с крымским котиком. Что-то будут строить. Кто знает из местных, что это будет, напишите, пожалуйста. Здесь есть Пантелеймоновская часовня, а мы ищем по навигатору дорогу. Вот часовня поближе, и где-то здесь, мимо нее, одна из дорог выведет нас на тропу Грина. Тропа Грина – это пешеходная дорога, такой краткий путь из города Старый Крым в поселок Коктебель. Ну и вот писатель, романтик всех времен и народов, ходил по ней в гости к своему другу Максимилиану Волошину. Нам не туда, надеюсь? Хоть бы нам туда. Я тоже надеюсь, что нам не туда. Хотела рассказать вам какую-то полезную информацию историческую про это место, а в итоге на самом деле полезную мне подкинула Алена и сказала, берите пауэрбанк и фонарики. Вот что нужно на этой тропе. А я говорю, просто надо выходить раньше, не как мы, что мы придем в темноте. Алена говорит, вот если не получилось выйти раньше, тогда берите фонарики и пауэрбанки, потому что просто тут так красиво, поэтому Алена танцует. И в предвкушении еще большей красоты. Вот вокруг Старый Крым. Да, живописные такие холмы, горочки. Ой, а там за нами какой-то туман сгущается. Но мы... Бежим! Бежим! Три часа! Три часа! Сейчас 15.30. Навигатор показывает три часа. Соответственно, к Коктебелю мы будем подходить уже в полной темноте. Алена говорит, интересно было бы здесь на велосипедике. Вот что показывает навигатор. Идем по тропе. Вот крутой был поворот. Идти нам 15 километров, 15, это, конечно, немало. Но, Алена, вперед, навстречу приключениям. Дорога не только прямая. Вот сейчас мы идем в горку. Нагрузка такая распределяется равномерно. На самом деле, мы уже начинаем уставать. А впереди еще три часа. Мы идем и идем. Да, здесь такая грязька. Поэтому после дождей не советуем устраивать клуб 4 на 4. Но у нас, да, вот два. Вот два. Сегодня? Клуб пизолок в охочем. Снова 4 на 4. По пути вижу много терновых кустов. Вот терн можно насобирать. Собираете его. Заливаете водкой или чем-нибудь таким. Я не знаю насчет спирта. И настаиваете где-то месяцок без добавления сахара. И это такая вкусная наливка, терновка. Просто бомба. О! Не зря мы на такую горку забираемся. Старый Крым, как на ладони. Видовые места, конечно. Хочу терник попробовать. Кисленький такой. Внутри косточка. Тут еще. Там дойдем и голодные, глядишь. Через полчаса мы вышли к какому-то забору. И тропа Грина огибает его. Алена идет, возмущается. Где брусчатка? Потому что вот я в интернете прочитала и рассказала, что это старая земская дорога. И где-то местами здесь мощение должно было остаться. Ну, пока мы... А у меня подошва прилипает. Да, пока такое чвяк, 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 чвяк. А, идти оказалось все-таки сюда, знаете, сложно. Налипает грязь. Алену хватают кусты. Пугает шевелением заяц какой-то в кустах. И мы идем. Но я думаю, в теплое время года здесь все-таки получше, получше ходить, чем сейчас. Ой, ё-моё. Белые кроссовки, не одевайте. Были. Да, у меня черные. В путеводителе 1901 года эта дорога указана как проезжая для экипажей. А нам известно, что в 1925 году здесь проезжал грибоедов. Алена, где твоя карета? Где моя карета? Где наш экипаж? Нам еще два часа идти. Хони, сэр, где Хони? Представьте, как тут красиво. Осенний порой, летний порой. Зимний, когда все белое. Но не сейчас. А сейчас здесь просто очень. Шлагбаум. А сейчас нам на встречу проехали два джипа. А вот откуда они? Ой, только можно представить себе, как же здорово здесь летом. Кстати, в Крыму есть такая традиция. В конце августа три дня проходит фестиваль Гренландия в честь писателя. И завершается фестиваль как раз походом по вот этой дороге. Не знаю, насколько летом здесь комфортно идти, так как в августе у нас жара. Но я думаю, что вот эти кроны деревьев скрывают путников своей листвой. Интернета здесь нет. Мы потеряли тропу, которую и так навигатор с трудом показывал. Но есть метки. Поэтому мы думаем, что мы ее... Это самые метки. Мы надеемся. Мы сошли с тропы, потому что увидели что-то необъяснимое в лесу. Скала не скала, стена не стена. Как будто бы укрепление. Сколько тут? Где-то полтора метра. Вот. Ширина. Прям похоже на какое-то мегалитическое строение. Вот сейчас Алена для масштаба подойдет. Ее так видно классно, кстати, в лесу. Мы что-то в черном. Нас будет сложно искать. И, кстати, только вы знаете, что мы отправились в лес. Никто не знает. И связи здесь нет, и интернета. Здесь, на земской дороге 4 марта 1944 года, 5, 6, 7, 8 отряды 3 партизанской бригады Восточного соединения из засады разгромили крупный обоз оккупантов, заставлявшие боеприпасы. Слава крымским партизанам. Потери партизан. Один боец убит, и один ранен. Ух ты! И какие тут открываются виды! Плохо заката не будет видеть. Люди, мы уже видим, как ты бель впереди. Если не ошибаюсь, остроконечная гора, Сюрюкая. Как же бесподобно это все. Небо такое красивое. Вот эти облака перед закатом. Ты наступаешь на могилку! Это не могилка. Что это? Это метка, что туда упадешь. Смотрите, интересные такие наплывы. И такое впечатление, что это какой-то великан свою руку вот так держит. Земляные наплывчики. Преодолели экватор. Идем чуть больше часа. И начинаются самые видовые места этой тропы. Я иду такая и говорю, ой, интересно, что это за деревья в лесу? Я не понимаю без листвы. И тут смотрю вниз. Вот даю. Вот же дубовые листочки. То есть это дубовая рощица. Я только что услышала шелест вот там вот слева от себя. И увидела серого зайку. Так что тут животные вот прям возле тропы. И такие тут дикие первозданные места. Маршрут непростой все-таки. Три с половиной часа. Не каждый. А что? Полюбуйтесь на эти виды. На эту красоту. Вдали там как ты бель. Вот он рай. На земле. Непередаваемая красота. Мы стоим на краю обрыва. Алена такая бежим к краю. Бежим к краю. Это рай. Да, говорит, это рай. И правда очень красиво. И облака скрывают горы. Такая долина. Я думаю там еще будет красивей. Но так как напоминаю, что мы на ночь глядя выбрались на эти приключения. То не факт, что я смогу вам показать. В темноте ты не поснимаешь. Но мы темп не сбавляем. Вот что я тут увидела. Подпорная стена. А вот прям остатки кладки. Пробираемся. Видно вам. Может мост какой-то раньше был. Такая интересная, причудливая игра природы. А какой тут воздух. Ой небо, посмотри. Идешь и пахнет. О, проглядывается голубое небо сквозь облака. Идем мы, идем. Нам так захотелось поесть. А шоколадка почему-то вот такая. Мягкая, практически жидкая. Ее невозможно сейчас есть. Я не знаю, почему она нагрелась. Наконец-то. Алена нашла елку. Ничего страшного, что это можжевельник. Но сейчас что-то будет. Джингал-белл, джингал-белл. Всем новогоднего настроения. Все ходят по тропе Грина летом, а мы зимой. Простите, дубль два. Раз, два, три. С новым 2022. Как могли, ой, что-то мне не нравится. Как могли, нам еще часа полтора идти в Коктебель. И потом неизвестно еще, где мы выйдем. И сколько идти там до того места, где мы сядем на автобус. Вот что написал Александр Грин после такой прогулки. Я шел через Амерецкую долину диким и живописным путем. Но есть что-то недоброе, злое в здешних горах. Отравленная пустынная красота. Вот, кстати, в этом моменте сразу вопрос. А где пустыня? Спросите вы. Ну, что я думаю по этому поводу? Вот сколько мы идем? А деревья-то молоденькие. То есть, возможно, когда здесь ходил там сто лет назад, практически чуть меньше Александр Грин, здесь все-таки была пустыня. Я вышел на многоверстное сухое болото. Под растрескавшейся почвой кричали лягушки. Тропа шла вдоль глубокого каньона с отвесными стенами. Так мы не там идем, похоже. Мы там камыши проходили. А где отвесные стены каньона? Духи гор показывались то в виде камня странной формы, то деревом, то рисунком тропы. Назад я вернулся по шоссе, сделав 31 версту. А у нас сегодня 15 км. Ну что, этот коротенький отрывочек, читая Грина, я записала не с первого раза, потому что духи гор, похоже, начали оживать. Я читаю себе спокойно, читаю, и тут Алена как отбежит, испуганная в сторону. Я сразу останавливаюсь, смотрю на нее, она говорит, кто-то топотил и куда-то убежал. Мы повернулись, никого нет. В общем, уже темнеет, становится, если честно, страшновато. У меня есть фонарик. Мама. Вон по дорогам уходит. У Алены есть ножичек, если что. И фонарик. Знаете, стало действительно уже страшно. Уже в сумерках что-то мерещится. А здесь будочка какая-то, но она не померещилась. Это не остановка, это для туристов. Путник, отдохни. Путник, отдохни. Алена, уже и буквы мерещатся, не только кто-то. Но, несмотря на это, у нас новогоднее настроение, чтобы нам не было так страшно. Честно, уже что-то не по себе. Начало темнеть. Тут началась какая-то можжевеловая роща после беседки Путник, отдохни. Что? Что такое? Мне страшно, что случилось? Я шучу. Алена! Она меня пугает. Знаете, действительно уже так не по себе. Ох, это приключение. Ну, не зря я, не зря меня называют приключенческой девочкой. Не трусишкой, а приключенческой девочкой. В общем, скоро стемнеет совсем, и GoPro уже не будет снимать, поэтому мы прощаемся с вами. До новых встреч. Я очень надеюсь, если вы смотрите это видео, то мы дошли в Коктебель, и все хорошо. Всем пока. До свидания. Мы дошли до такой точки, где видна гора Клементьева уже, ну и сам звездопад воспоминаний. А камера еще не села. Класс! Тем временем темнело. Поднимался ветер, но им было не холодно. Страшно, мы идем ищем метку. Тут домик с выбитыми стеклами. Ой, как страшно-то. Метки нет. Идем назад. Привет. В 18 часов 30 минут мы идем по трассе в сторону поселка Коктебель. Было очень страшно идти в темноте, особенно последние полчаса, потому что мы проходили там в одном месте заброшку, и там были какие-то люди. И тихо было, смотрели на нас. Мы быстренько прошли, хорошо хоть не по лесу пришлось идти, но мы идем искать автобус.